Шамсуаров совершил неполновение законному распоряжению сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах. Шамсуаров 22 мая 2016 года, 5 часов 50 минут, находясь по адресу город Москва, Ленинский проспект, дом 32, не подчинялся законному требованию сотрудники полиции Гуляева в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, А именно, не предоставил документы, удостоверяющие его личность, препятствовал проведению осмотра автомобиля на седании Бенц, на котором отсутствовали государственные регистрационные знаки. Действия Шамсуара коалифицированы по части 1 ст. 19 Прим. 3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В суде в наседании Шамсуара в плену в совершении административного правонарушения не признал. Пояснилось, что 22 мая 2016 года, примерно в 6 часов, в районе улицы Новочеремочной, в городе Москве, сотрудниками полиции был остановлен принадлежащий автомобиль марки «Мерседес Бенц», на котором отсутствовали государственные регистрационные знаки. За рулем указанного автомобиля находился его знакомый по имени Амир, более точные данные, о котором ему неизвестны. Все пассажиры и водители немедленно покинули место остановки транспортного средства, но по прошествии незначительного времени вернулись к автомобилю, где их ожидали сотрудники ДПС. На предложение сотрудника ДПС Федорова предъявить документы на автомобиль и документы, удостоверяющие его Шамсуару личностью, пояснили, что они находятся в автомобиле, ключи от которого он передал Амир. Сотрудник ДПС Гуляев прибыл к месту остановки транспортного средства уже после того, как автомобиль был открыт, при этом каких-либо требований о предъявлении документов, а также о предоставлении возможности осмотреть автомобиль, Гуляев ему не предъявлял. Защитник адвокат Липаренко, который Шамсуарова поддержал, указал на наличие у Шамсуарова хронического заболевания, астмы, в связи с которым он вынужден регулярно принимать поддерживающие медицинские препараты, по мнению защитника указанное заболевание препятствует назначению Шамсуарова наказания в виде административного ареста. Допрошенный к судебному седанию по ходатайству странной защиты в качестве свидетеля инспектора 3-го спецбатальона ДПС ГБДД на спецкрасе ГЛОМИД России по городу Москвы Федоров показал, что 22 мая 16-го года примерно в 6 часов он в составе экипажа ДПС осуществлял преследование автомобиля марки и модели Mercedes-Benz черного цвета без государственных регистрационных знаков. Данный автомобиль осуществлял движение с многочисленными нарушениями правил дорожного движения. Преследованный автомобиль остановился в районе улицы Большая Черемышкинская в городе Москве, после чего водители и пассажиры попытались скрыться. Часть из них была задержана сотрудниками полиции, остальные через некоторое время в родном иск автомобили, в том числе шамсуаров, которые выяснили, что являются владельцами автомобиля. На требование сотрудника полиции Гуляева, обращенный к шамсуарову, предъявить документы, удостоверяющие его личность, документы на автомобиль, а также предоставить автомобиль к осмотру, шамсуаров открытого отказом и пояснил, что документы находятся в автомобиле, отвечают, которые у него нет. Доброшенный в суде в наседании похода с устранной защиты в качестве свидетеля инспектор Минаев показал, что 22 мая 16-го года примерно в 6 часов он участвовал в преследовании автомобиля марки и модели Mercedes-Benz черного цвета без государственных регистрационных знаков. После остановки указанного автомобиля Шамсуаров выяснил, что он является собственником транспортного средства, на требования сотрудника полиции Гуляева, обращенный к шамсуарову, представители документы, удостоверяющие личность, документы на автомобиле, а также предоставить автомобиль к осмотру. Шамсуаров ответил категорическим отказом документы на автомобиль, а также документы, удостоверяющие личность Шамсуарова, были представлены им, Шамсуаровым, только после того, как принадлежность автомобиля и личность его собственника, которым являлся Шамсуаров, были установлены по ведомству на электронной базе данной ДПС ГИБДД на транспортные средства. Допрошенный в судебном седании по ходатайству странной защиты в качестве свидетеля инспектора 3-го спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГОНД России по городу Москве Гуляев показал, что 22 мая в Москве примерно в 6 часов подъехал на улицу Большая Черемышкинская, Глебов. Остановлен автомобиль марки и модель Mercedes-Benz черного цвета без государственных регистрационных знаков. В качестве владельца автомобиля представился мужчина, которым, как он узнал позднее, является Шамсуаров. На его требование предъявить документы на автомобиль, а также документы, удостоверяющие его личность Шамсуаров, ответил отказом, пояснил, что не предоставит автомобиль к осмотру с отсутствием для этого законных оснований. Суд, высушившим Шамсуарову защитниками Павленко, свидетелей Фёдорово, Минаево, Гуляево, проверив материалы административного дела, считает, что для нашей Шамсуаровы совершено административное правонарушение, предусмотренного частью 1 ст. 19.3 КОАПОЛИКО, Несмотря на отрицание принесла ее вины, подтверждается следующее исследование судебное свидание доказательства. Протоколом от 28 мая 2016 года об административном правонарушении, согласно которому Шамсуаров 22 мая 2016 года в 5 часов 50 минут, находясь по адресу Москва, Ленинский, проспект 32, не подчинился законному требованию сотрудника полиции Гуляева в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а именно не представил документ, удостоверяющий его Шамсуарову личность, препятствовал проведению осмотра автомобиля Mercedes-Benz, на котором отсутствовали государственные регистрационные знаки. Также подтверждается рапортами инспекторов 3-го спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе Федорова Нинаева Гуляева от 22 мая 2016 года, согласно которым 22 мая 2016 года в 5 часов 50 минут, Шамсуаров, находясь по адресу Москва, Ленинский, проспект 32, отказался выполнять законные требования сотрудников полиции, не предоставил документы, удостоверяющие его Шамсуарову личность, препятствовал проведению осмотра автомобиля, на котором отсутствовали государственные регистрационные знаки. Также вина Шамсуаров подтверждается показаниями указанных свидетелей данных и судебно-седанных. В судебно-седании были также исследованы письменные объяснения Шамсуарова от 28 мая 2016 года, из которых осматривается, что Шамсуаров после остановки принадлежащего ему автомобиля марки Mercedes-Benz 22 мая 2016 года примерно в 6 часов утра, незамедлительно предоставил сотрудникам полиции по их требованиям в свое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации указанного транспортного средства. Оценивая изложенные в объяснении обстоятельства в совокупности с показаниями, данными Шамсуаровым судебным заседанием, суд приходит к выводу, что Шамсуаров в ходе проведенного административного расследования и в судебном заседании давал непоследовательные, противоречивые показаниями, которые суд обземлял как недостоверность, в данной цели избежать административной опасности за совершенные им правонарушения. Показания Шамсуарова опровергаются показаниями свидетелей Федорова, Минаева, Гуляева. Суд не находит оснований сомневаться в достоверности показания свидетелей, поскольку они согласуются с совокупностью иных доказательств, исследованные в судебном заседании не содержат существенных противоречий. Мотивов для оговора Шамсуарова свидетелями Федоровым, Минаевым, Гуляевым судом не установлены. Собранных и исследованы в судебном заседании доказательств совокупности, достаточных для установления всех обстоятельств, предусмотренных в статье 26.1 КОАП РФ, подлежащих выяснению по делу административного правонарушения. Действия Шамсуарова суд квалифицирует по участию 1 статьи 19.3 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации как непогновение законом и распоряжением сотрудников полиции в связи с исполнением его обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Назвечая наказание Шамсуарова суд учителей в характере степени общественной опасности, совершенного при нарушении объекта, который вбирается в порядок управления, обстоятельства и совершения, личность правонарушителей, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, отсутствует смягчающих и отягчающих административной ответственности обстоятельств, и полагает назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток, предусмотрены санкции части 1 статьи 19.3 КОАП РФ. Нарушение требований Кодекса административных правонарушений в Российской Федерации, допущенных при производстве административного расследования, являющихся основанием для признания доказательств недопустимого и прекращения производства по делу, судом не установлено при назначении наказания в виде административного ареста. Суд учитывает, что шампсуаров не относятся к категории лиц, указанных в части 2 статьи 3.9 КОАП РФ. На основании изверженного руководства статьями 29.10 и 29.11 КОАП РФ постановил признать виновным шампсуарову Руслану Азатовичу в совершении правонарушений, предусмотренной частью 1 статьи 19.3 КОАП РФ, и назначить ему наказание для административного ареста на срок 15 суток. В течение срока наказания вычислять с момента оглашения постановления суда с 16.40 мм. 28 мая 2016 года. Постановление может быть обжалено в Московский городской суд через канцелярию ГУДНСКОГО РФ в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления. Постановление и порядок в обжалу непонятной стороной. В судебное заседание закрыта кофе постановления будет вручена сторона в течение 15 минут.